Продолжим разбирать GMAT. Мы на задании 16, страница 279. Итак, задача номер 16. Больше ли х, чем 1,8? Это всё, что надо найти. В первом утверждении говорится, что х больше 1,7. Но это не позволяет дать ответ. х мог бы равняться 1,71, и утверждение было бы неверно. Либо х мог бы равняться миллиону, и тогда утверждение верно. Это не позволяет найти ответ. Мы также видим, что в утверждении 2 говорится х больше 1,9. Если он больше, чем 1,9, то определённо больше, чем 1,8. Получается, нам нужно лишь утверждение 2. Итак, ответ b. Задание 17. Если n — целое число, является ли n плюс 1 нечётным? Является ли n плюс 1 нечётным? Итак, если n плюс 1 — нечётное число, то n должно быть чётным. Я ещё не посмотрел, что там дальше. Но это как раз то, что вы должны видеть сразу. Посмотрим. Что дано? Первое утверждение. n плюс 2 — чётное число. Если n плюс 2 — чётное число, то n — определённо чётное число. Если вы мне не верите, давайте представим, что n равно 4. 4 — чётное число. 4 плюс 2 равно 6. 6 — также чётное число, правда? Если добавить 1, получится нечётное число. Если 2, получится чётное. Это всё, что от нас требуется. Если n плюс 2 — это чётное число, тогда мы понимаем, что n чётное, а n плюс 1 — нечётное. Можете подставить другие числа, если мне не верите. Второе. Какое же второе утверждение? n минус 1 — нечётное число. Это то же самое. n минус 1 равно нечётному числу. Предполагается, что n должно быть чётным числом. Если вы отнимете от него единицу, то получится нечётное число. Всё будет верно. Предположим, что n равно 4, 4 минус 1 равно 3. Теперь проверьте утверждение, взяв другие числа. Не хочу долго объяснять простую задачу. В любом случае, ответ D. Двигаемся дальше. Проверьте ещё раз, если хотите. Задача 18. Итак, задача номер 18. Находится ли х между 1 и 2? Существенно ли это утверждение? Х не может быть 1 или 2, раз нет знаков равно. Он меньше 2 и больше 1. Это то, что дано. Согласно первому утверждению, х больше 0. Но записано это по-другому. 0 меньше х. В любом случае, х больше 0. Но это не даёт ответа. Х может равняться 1 и 10, или даже равняться 1 и 2. Это не помогает найти, чему равен х. Он также мог бы равняться 100, но тогда не отвечает условиям утверждения 1. Второе утверждение. Х меньше 3. Этого мало. Х может равняться 2 целом 1 и 10. Или х может быть минус миллион. Этого недостаточно. Даже если возьмём оба утверждения, получим только то, что 0 меньше, чем х, а х меньше 3. Огромное множество, да? Если х находится в данном множестве, это ещё не означает, что он соответствует первому условию. Предположим, что это так. Х мог бы равняться 1 и 2, но 1 и 2 вне данного множества. Х может равняться 1,5, что входит в предел. Или х мог бы равняться 2,5, что не в нашем множестве. Так что всего предложенного недостаточно. Итак, ответ Е. Задача 19. Постараемся решать быстро. Дайте знать, если не будете успевать. Вода перекачивается в неполный бак с постоянной скоростью через входное отверстие. В то же время вода перекачивается из резервуара с постоянной скоростью через выходную трубу. Хорошо. По сути, есть бак. Здесь также есть трубка. Вода прибывает со скоростью х. Не знаю, сколько кубометров в секунду или единиц, неважно. И вытекает со скоростью у кубометров в секунду. С какой скоростью в галлонах в минуту? Так что это не кубометр в секунду, это галлоны в минуту. С какой скоростью в минуту количество воды в галлонах в резервуаре увеличивается? Чтобы вода прибывала, должно больше поступать, чем вытекать. Скорости втекания и вытекания должны отличаться. Так что нужно найти, сколько будет х минус у галлонов в минуту. Если х меньше у, мы получим отрицательное число. Тогда воды будет больше вытекать, чем поступать. Получается, что бак не наполнится. Сказано, что первоначальное количество воды в баке — 200 галлонов. Это бесполезно. Почему это бесполезно? Так мы узнаем лишь то, сколько воды в баке было изначально. Мы не узнаем ничего о скорости движения воды, так что это бесполезно. Условие 2. Вода поступает в бак со скоростью 10 галлонов в минуту. Так что х равен 10 галлонам в минуту. Это скорость поступления. А скорость вытекания — 10 галлонов каждые 2,5 минуты. Получается, у равен 10 галлонам в 2,5 минуты. Чему это будет равно? 4 галлона в минуту. И утверждение 2. Вторая часть утверждения 2 немного осложняет решение, но вы получите у. Это 4 галлона в минуту. На самом деле, не нужно это вычислять. Если хотите, можете сказать, что скорость наполнения будет равна скорости поступления. 10 галлонам минус скорость вытекания, 6 галлонов в минуту. Вот и ответ. Но вам требуется только утверждение 2, которое даёт достаточно информации для вычисления, а утверждение 1 бесполезно. Вариант b. Утверждение 2 достаточно. Давайте решим ещё одну задачу. Хорошо. Итак, задача номер 20. Отрицателен ли х? Отрицателен ли х? Хорошо. Согласно первому утверждению, 9х больше чем 10х. 9х больше чем 10х. Интересная ситуация. Попробуем решить задачу. Вычтем 10х из обоих чисел. При сложении или вычитании одинаковых выражений из обеих частей уравнения или неравенства, неравенство останется прежним. Так что давайте вычтем 10х из обеих частей. 9х минус 10х больше чем 10х минус 10х. Получается, что минус х больше чем 0. Или можете умножить обе стороны на минус 1. Если умножать или делить на отрицательное число, нужно менять знак неравенства. х меньше 0. Теперь мы знаем, что х — отрицательное число. Можно решить задачу и по-другому. Вы можете отнять 9х от обеих частей. Получается 0 больше х. Какой способ быстрее? При любом способе утверждения 1 достаточно. х — точно отрицательное число. Давайте посмотрим, что нам даёт утверждение 2. Утверждение 2. х плюс 3 — положительное число. х плюс 3 — число положительное. х мог бы равняться 100. Если х равен 100, тогда 103 — точно положительное число. Или х мог бы равняться минус 1, потому что минус 1 плюс 3 есть 2. Таким образом, мы не получаем никакой информации о том, является ли х отрицательным числом. Это бесполезно. Так что утверждения 1 достаточно. Утверждение 2 — бесполезно. Давайте посмотрим, сколько времени осталось. Итак, хватит на задачку. Задание номер 21. 21. Равняется ли 2m минус 3n нулю? Что тут можно сказать? Давайте посмотрим. Это всё равно, что спросите, равняется ли 2m 3n. Если добавить 3n к обеим частям, суть не изменится. Если вы ответите на один вопрос, сможете ответить и на второй. Согласно первому утверждению, m не равно нулю. Не равно нулю. Мне кажется, это бесполезно. Я имею в виду, что m не равно нулю, так что я могу выбрать любое число m, не равное нулю. Всё зависит от того, чему равно n. Возможно, это верно. Может и нет. Кажется, это бесполезно. Может быть, это будет полезно в сочетании с другим утверждением. Следующее, что нам сообщается, 6m равно 9n. Вот это интересно. Но о чём же это говорит? 6m равно 9n. Разделим обе части на 3. Обе части делим на 3. Получается, что 2m равно 3n. Теперь можем отнять 3n от обеих частей. 2n минус 3n равно 0. Теперь утверждение 2. Совсем немного математики, и вы получаете ответ. Таким образом, утверждение 2 выглядит хорошо. Нужно ли нам вообще утверждение 1? Думаю, нет. Ведь здесь лишь одно решение. Если бы n и n были равны нулю, то получилось бы. Но больше утверждения никак бы не помогло. Оно не нужно для решения. Так что ответ варианта B. Утверждения 2 вполне достаточно. Уже прошло 10 минут. На этом всё. Решу задачу 22 в следующем видео. До скорого.